СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ У евреев скоро будет Новый год в начале сентября, Роша Шана. Вот, например, у Дмурты недавно отметили праздник Виль-Джук, если не ошибаюсь, праздник первого урожая. Ну, а у мусульман вот-вот приближается Курбан-Байрам. И что, не работать нам? Хороший вопрос. Нет. Что же теперь делать? Ну, с нами наш гость, уважаемый, дорогой наш Нур-Ислам Хаджи Касимов, наш, ну, скажем, завсегдатый наших передач, можно так сказать. Человек, который помогает нам разбираться во многих вопросах исламской культуры. Таляму алейкум. Алейкум ассалам. Мне нравится ваша передача за то, что у вас проявляется живой интерес. И даже когда в мечети появляются люди, не любящие нас, мне они интересны. Ну, вы имеете в виду тех, кто не верует, да? Или тех, кто в этот момент пытается в чём-то изобличить верующих. Да. Вот эта категория. Которые пытаются нам доказать, что все мы мошенники и шарлатаны. Либо те, которые пытаются навязать свои каноны, какое-то понятие ислама, своё видение. Чем они интересны? Своим живым подходом. Они что-то ищут, какие-то аргументы подбирают, что-то пытаются узнать. И когда в беседе у нас удаётся достигнуть компромисса, ну, понятно, никогда не бывает так, чтобы я успокоился и сказал, ну, ладно. Если вы считаете нашу бюро ложью, это хорошо, ваши устои тоже хорошо, характер другой. Я пытаюсь всё-таки достичь понимания и принятия наших верований, наших канонов. Ну, Сахаджи, вообще компромисс вообще возможен в вере? Конечно, когда все... Ну, что там либо веришь, либо не веришь. Какой же компромисс-то? Компромисс, когда все верят. Вот видите, как хорошо договорились. Ну, много раз уже упоминал же слова Аристотеля, слова исламского учёного Сахаджи. О том, что человек — это животное, обладающее тремя качествами. Разум, речь и вера. Не будет человек полноценным без веры. Не будет. А вера — это такая удивительная вещь. Которая подталкивает нас на рациональные и иррациональные поступки. Вот мы потихоньку и подходим к теме Хадж. Пиковым событием, которое является Курбан-Байрам. Праздник жертвоприношения. Хадж. Это праздник завершающий Хадж, да? Нет, не завершающий. Это пик. Пик. Вершина. Вершина. Потом маленький тоже спуск есть. Расслабление, праздник, всё. Но это самый-самый праздник. Причём, неважно, находишься ты в Хадже, 4,5 тысячи километров отсюда. Там или здесь, или везде одинаковый праздник. Очень большой. Но там люди его воспринимают, конечно же, по-другому немножко. Неотстранённо. Они являются не только участниками, они являются первопричиной этого праздника. Хаджа. Курбан-Байрам. Поясним, там это... Саудовская Аравия. Саудовская Аравия. Медка, Медина. Священные же мусульман города. Священные города. Медка, можно сказать, что Курбан-Байрам это награда верующим? Такая долгая пауза, размышлений. Нет. Нет. Давайте раскрывать тогда. Вот смотрите. Награда бывает за какое-то совершённое действие. Награда бывает либо положительная, либо отрицательная. Неважно. Всякое дело имеет награду. Здесь хадж и его самый большой, самый пик, Курбан-Байрам, Идуль-Ад-Ха, праздник жертвоприношения, скорее всего, являются одним из видов ибадата, то есть поклонения Всевышнему, исполнения его приказов. Ведь Всевышний сказал, Что означает, соверши же молитву и сделай жертвоприношение. И толкователь Курана Ибн Аббас, один из самых величайших, толкователь Курана, пояснил, что сделай праздничную молитву и соверши жертвоприношение. И потом очень много существует хадисов, преданий от пророка Мохаммада, алейсаляту вассалям, что когда ты эту молитву сделал, здесь категоричность этого приказа настолько велика, что он является ваджибом, необходимым, необходимым видом поклонения для каждого верующего, мусульманина, мужчины, здравомыслящего, здорового, живущего постоянно в местности, где совершается парадичный намаз. И затем, если у человека есть состояние, наши ученые выяснили, что вот НИСАБ, то есть состояние имущества, предлежащего верующему, неважно, это мужчина или женщина, должно достигать свободной деньги, вот так упрощаю все, порядка 18 тысяч рублей. Вот у тебя лежат эти свободные деньги, есть, то тебе уже необходимо совершить курбан. Курбан, в первую очередь, конечно же, это жертвование. Хотя Всевышний Аллах говорит не в том благочестие, чтобы вам обращать свои лица в сторону Востока и Запада, а благочестие, кто уверовал в Аллах и в последний день, и в Ангелах, и в Писаниях, и в Пророках, и давал имущество, несмотря на любовь к Нему, близким и сиратам, и беднякам, и путникам, и просящим, и выставил молитву, и давал очищение, и исполнял свои заветы, то есть договора, когда заключил их. И терпеливые, и несчастные, и бесы, и во время беды, это те, которые были правдивы, это они богобоязненные. И таким образом, вот это жертвоприношение Курбан, это тоже акт совершения поклонения Всевышнему Аллаху. Потому что барашки бывают разные. Бывают барашки, вот в Кировской области же они маленькие. Романовская порода, они, ну, вот недавно, буквально даже, вчера вот сообщили, вот что делать, вот они по 20 килограмм весом. Что там есть? Жалко вроде такого маленького, да? А он взрослый, он годовалый уже. По канону сириата годовалый баран достиг степени, когда его можно приносить в жертву. А там имеет значение это самец или самка? Нет, там есть нюансы, если самка беременная, и, значит, когда ее зарезали, вскрыли, там есть зародыш, он живой, то его тоже приносят в жертву. Если умерший, то его, значит, предают земле и все. Ну, то есть, если у кого-то там, ну, например, у меня там нет самца, но есть самка, я могу как бы самку... Можете, конечно, здесь такой категоричности нет. И вес животного категоричности нет. Есть описание по возрастам. А будет приноситься жертва, вот, 21-го, да, я так понимаю? Да, 21-го. 21-го августа будет приноситься жертва где? Около мечети или где? Ну, поскольку сейчас есть такие законы, запрещающие подобные мероприятия в городах, то есть специальные места, забойные цехи, где у нас производится, допустим, в Зонихе есть, в селе Корено, Слободского района есть. Места есть, они все законные, имеющие все справки. В соответствии с действующими нормами, да? Да, да, мы законопослушные мусульмане. Мы следуем путем сподвижников пророка Мухаммада, али саляту вассалям, которые в исповедании ислама не ставили ни целью, ни способом его распространения, нарушения закона страны, в которой они живут. Мы ничего не видим такого в том, чтобы нас ограничили вот в Кирове, там, в центре города, нельзя резать баранов. Это разве беда? Нет. Это чистота. Это чистота. Послан Николай Алисаляев сказал, иннэль салам аназифа, поистине, ислам это религия чистоты. Видите, тут одно другому не мешает. Поэтому у нас есть уже определены места забоя, составляются списки. Вот завтра дополнительный раз буду объявлять о том, чтобы люди записались на барашков, приедут, выберут себе. Главное, чтобы некоторых людей привести к пониманию, что не важен вес барана. Все бараны там, значит, прошли в этой категории шариатские, то есть год не меньше. То, что он достиг 20, допустим, килограммов, это в мясе 10. Ну, мало это. Но ведь тебе не важно накормить 10 человек. Мясо делится на три части. Одна часть идет своей семье. Одна часть на угощение близким, родственникам, друзьям, знакомым делается. Столы накрываются, что-то из баранины готовится, из этой жертвенной. Она особенно вкусная. Особенно вкусная. Одна часть раздается нуждающимся мусульманам, бедным. Для них тоже должен быть праздник же. Имеют же право на праздник. Но для них это тоже как небольшая нагрузка есть, чтобы они от чистого сердца сделали молитву Всевышнему за того человека, который сделал им пожертвование. Здесь в каждом шаге есть богослужение. В каждом шаге. Кто хочет показать себя более щедрым, ему хочется побольше мяса, чтобы получилось, собираются семь человек. Не меньше, не больше. Семь. И забивают бычка. Вот бычок сколько килограмм обычно бывает, да? Ну, да. Много. Ну, центнер примерно. Ну, центнер живьем. Это в мясе получится не больше 500. Ценнер 100 килограмм. 500? Не, не, не. Не, побольше? Больше. Конечно, вот. Что ж это? Не, я имею в виду, чистого мяса имел это уже. Больше? Больше? Больше, больше. Вот. И вот бычка забили, разделали. Получается где-то по 10-11 килограмм на каждого человека. Так? Минимум. И здесь уже объем есть. Тонкость есть. Каждый, никто из семи человек не должен иметь намерения на мясо. Намерение должно быть на курбан. На жертвоприношение. Поясните еще раз, как так. На жертвоприношение. Не на то, что он должен получить мясо. Вот как в обычном. Идут на рынок, покупают мясо, покушают семье. Там уже с расчетом, что я приготовлю из него и так далее. Да. Как только хотя бы у одного из семи будет намерение на мясо, на покушать. У всех семи курбан нарушается. Также не делается курбан курицами, петухами. Можно козу зарезать. А почему нельзя курицу, петуха? Ну, нет у человека другой живости. Ну, пожалуйста. Нет, так нет. Дай денег. Чтобы купить. Денег дать. Чтобы купить. Понятно. Чтобы люди купили. Да. Поручи кому-то. В Коране указаны именно четыре вида животных. Достойных все это приношение. Верблюд, корова, баран и коза. И их пары. И мы не выходим за эти рамки. Другие животные не признаются. И вот когда у человека с намерением совершается данное действие, оно называется уже богослужение. Никак иначе. Александр Хаджи. Ну, хорошо. Кто-то там не имеет доступа где-то, но далеко живет, до мечети не может приехать, условно говоря. Не получилось по каким-либо причинам. Ну, вот он хочет принести жертву. У него есть там соседи, там родственники, друзья, не знаю кто-то там, да. И вот он, он ведь не может просто так как бы зарезать барана. Видимо, какую-то молитву надо читать. Ну, наверное, надо. Мы не хотим знать точный ответ. Пожалуйста. Или прям присутствует... Или нужно, чтобы обязательно присутствовал. Или визит в мечеть, он обязательно нужен. Нет, визит в мечеть не обязательно. Визит в мечеть необходим на саму молитву. На намаз праздничный. А для чертовоприношения берется вот этот барашек, который уже сам, может быть, даже понимает. Если у него... Ну, разума нет, конечно, у животных, но они такие, откурбановские бараны, они как бы внутренне готовы к этому. И Всевышний уже их приготовил, потому что они будут теми животными, верхом на которых души верующих пересекут сирот, мост над адом, чтобы попасть в рай. И эти барашек ложатся на левый бок, чтобы горло было направлено на Мекку. Делается молитва. Если ты сам не можешь резать, заплати резчику. Как сказал посланник Аллаха, мир ему. Если вы не хотите пачкать руки в крови, платите резчику. Резчик точно так же производит молитву. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Ла-Иллахи Аллаху Акбар. Аллаху Акбар, Валиллахи Аль-Хамды. И, значит, хозяин барашка, желательно правой рукой берется за любую часть шкуры и делает, если он знает по-арабски, молитву такая будет. Аллаху Аль-Хамда, Аллаху Аль-Хамда, Аллаху Аль-Хамда, Аллаху Аль-Хамда. Имя, от кого? Имя его чистота, от кого же это? Бисмилля, Аллаху Акбар. Это молитва означает, что наш Бог, наш Аллах, наш Господь, поистине наши намазы, наши жизни, смерти, все наши дела принадлежат Аллаху Господу миру, в Которому нет сотоварищей. И это, поистине мы являемся мусульманами, и эта жертва посвящается тебе, Аллах, от такого-то человека. Бисмилля, Аллаху Акбар, перерезается хорошо заточенным ножом, то есть быстро, идеально, за одно движение. То есть животное не должно пострадать, постичь какие-то муки его. Одним быстрым заточенным движением сделать, перерезать, как минимум три вот этих столба ведущих там, кровеносных и воздушных перерезать, и нервы тоже перерезаются за одним, происходит агония. Агония что это? Физически это выталкивание остатков крови, а кровь это субстанция, в которой будет шайтан. Остатков крови из тела, и вот это чистейшее мясо, обладающее изумительным вкусом, потом идет на угощение. Вот потом уже, да, там, угощение это уже праздник, все, мы пришли к празднику. Ну, то есть ответ такой, что человек может произнести эту молитву, если он может сам резать, он режет, и тем самым он свой курбан может совершить. Да. Да, и после этого, в соответствии там с канонами, там делит на три части, там раздает там нуждающимся, родственникам, друзьям, и... Причем приготовь такой стол вкусный, с различными изысками мусульманскими, народными, можно предложить всех. Мусульман, не мусульман, соседи близних, дальних. Вообще соседи считаются по шариату, это вот от твоего дома 40 домов туда, 40 домов туда, 40 домов туда и 40 домов туда. Да, это хорошо. То есть в масштабах мегаполиса это все соседи, в общем-то. Поэтому называется махалля. Махалля это, докуда достигает крик Муазина с минарета. Поэтому минареты же высокие. Поэтому надо соседями здороваться, как минимум. Как минимум надо. Да. Вот сейчас, на удивление, в старых домах не так люди друг друга знают, как в молодежных домах. Я удивился, потом понял. Вот на Заводской улице есть, там же во дворах. Детские площадки, это место, где все родители. Все знакомятся, да. А как-нибудь, их дети здесь играют, друг с другом играют. Родители стоят, мама, папа или просто мамы стоят, когда папа деньги зарабатывает. И настрой тут уже особый, да, как-то. Не хочется ссориться, а именно вот чем-то поделиться. Да, делить нечего. Поделиться там, что у вас он ест, как спит, там и так далее. Вот. А не остались ли вещичек у вас там каких-то вот сыновей? Есть. У Володи это актуально, поэтому он хорошо знает, что у нас двое сыновей были. Дай бог здоровья вашим. У нас вот в мечети же есть, вот нам приносят детские вещи. Мы там по возрастам, по размерам подбираем. У нас есть там женщины, которые любят этим позаниматься. Они подбирают. И появляются, или кого уже знают, или приходят люди нуждающиеся. Раз им целый блок одежды там. От летней до зимней полностью. Если ты богатый, гордый, то, пожалуйста, покупай. Никто не возвращает. Если ты бедный и простой человек, приди, получишь. Ребенку на самом деле разницы нет. Вот ребенку он наденет, что купленное за 20 тысяч, что за 200 рублей. Он его использует и сдерет одинаково совершенно. Это все уже от взрослых, конечно. Конечно, это наша амбиция. Красиво, некрасиво, модно, немодно и так далее начинается. Это все взрослые. Итак, значит, 21-го праздничная молитва во сколько? В Кирове в 7 утра. Почему в 7 утра? Мне задают вопросы. Я объясняю. Ну, представьте, будний день. Будний день. Вы же не отмените свои дела, свою работу. А помолею? Семьи добраться, а вдруг люди где-то там вот... Ну, вот где-то там километров 50. А где-то у нас в Кирове нельзя добраться до мечети. 50-100, вот он хочет добраться. Нет, нет, тогда ему не обязательно. Нет, к семью вполне удачное время с точки зрения... Те, кто живет 100 километров от Кирова, им не обязательно явиться в Кировскую мечеть на намаз. А куда им идти на праздничный намаз? Куда им идти? Есть у нас Уржумский район, Малмышский район, Кельмесский район, Вятскополянский район. Слободской. Слободской, естественно. Где массово проживают мусульмане. Там есть мечети. Пожалуйста. Если люди живут, допустим, в Советске, у них в радиусе 100 километров ничего нет. Да, и что делать? А татары есть. Значит, два варианта. Даже три. Первый вариант. Душой присоединиться к всеобщему мировому празднику. Включить телевизор. Сделать курбан. Собрать соседей. Второй вариант. Собраться на машинах, приехать в Киров. Ближе всего. Третий вариант. Собраться и построить свою мечеть. Ну, хорошее предложение. Они его уже получили. Потихоньку уйдем в эту сторону. Ну, потихоньку. Это в Советске? Да. То есть получили землю, утвердили проект? Пока ничего нет. Пока есть только группа татар, которым хочется свои корни не заморозить, а оживить наоборот. У нас вот и в Чепецке, например, есть много как бы и татары-мусульманов. И там нет мечети? У нас и в Кирове всего одна. Старая. Это все зависит от, знаете, от требований самих людей. Самих людей, да. Как только потребность появилась в халяльном мясе, мясе халяльного колбасе. У нас здесь оно появилось и везде продается. Без проблем можно купить. Итак, праздничный намаз в 7 утра. Да. Сколько длится? Со всеми поздравлениями, проповедью, самим намазом. Вот все мероприятия до 8, максимум. До 8. После 8, что там предполагается? Предполагается плов, опять-таки. Слушай, ну а может тогда это... Да, конечно, на завтрак приходить. Мы, конечно, плов универсали, но... Ну мы опять предложили. Это шутка, конечно, надо... Но в каждой шутке есть доля шутки. Да, да, да. Мы опять пригласили первых лиц государства. Нам приятно, что... В смысле, власти нашей областной городской... Да, да, да. Ну, понятно, не Владимир Владимирович. Ну, первым лицом государства является Владимир Владимирович. Хотя, а почему бы нам не направить ему приглашение? А почему бы не вклиниться, действительно, в его рабочий порядок и не дать ему отдохнуть среди простого народа? Да, в Кирове. Хорошая идея. Давайте обсудим ее на следующий праздник. Я так думаю. Наглость города берет. Это правда, да. Ну, а что ж нам, Вятским? Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Нурислам Хаджи Касимов, имам мечети города Кирова. Мы говорим сегодня о празднике Курбан-Байрам. Еще раз напоминаем, что мусульмане будут праздновать его 21 августа. Через несколько дней мы вернемся спустя полминуты. Союз нерушимый. Продолжаем наше общение. Союз нерушимый. Азиз Агаев. Владимир Сметанин. Наш гость. Нурислам Хаджи Касимов, имам мечети города Кирова. Вот мне еще интересует, в чем еще особенности подготовки к Курбан-Байрам заключаются? Как сейчас? Сульмане должны себя вести. Здесь больше таких необязательных вещей. Желательных? Желательных, да. Как, например, первые 9 дней месяца Зуль-Хиджа, по-арабски такое место называется. Это 12 месяц лунного календаря, в который совершаются сами обряды Хаджа. Те, кто не в Хаджи, эти дни держат пост. По тем же самым правилам, что и пост месяца Рамазан. Это как бы последние дни? Первые дни после. Первые дни месяца Зуль-Хиджа, как раз перед самыми обрядами Хаджа. То есть в светлое время суток ничего нельзя? Да, те же самые все критерии. И это как солидарность тех, кто не в Хаджи, солидарность с ними, с Хаджиами. У Хаджиев начинается 8 числа Зуль-Хиджа. Это, переводя на привычный календарь, это будет 20 августа. Августа. Самый главный обряд Хаджа. Я умолю Арафа по-арабски, то есть день молитвы на горе Арафат. Здесь мы рассказываем тем, кто еще не был в Хаджи, напоминаем тем, кто был в Хаджи. Ведь пророк Мухаммад, мир ему, сказал, Алил-Хаджу Арафат, тот, кто успел на эту молитву, он успел на Хаджи. Все остальное, это либо как бы прелюдия к Хаджу, подготовка к нему, либо уже после него совершаемые обряды. В этом обряде заключается и память наших прародителей. Ведь в этом мы собираемся на горе Арафат. Там, где после того, как из рая они были отправлены на землю оба, и Адам, и Ева, они встретились в этом месте. Арафат – узнавание. То есть они встретились, и началось расселение всего человечества по земле. С этого места. Там белый стоп стоит даже. Там началась колыбель всего человечества. И мы там молим Всевышнего о прощении грехов, молим Всевышнего о благах для себя, родных, близких. Даже за умерших тоже молим. За все человечество или только? За верующих, за все остальное человечество. Мы тоже молим, чтобы они были Всевышним направлены к истинной вере, которая приведет их к счастью в обоих мирах. То есть это такая молитва сильнейшая, такой день, весь святой день там же проводим. Эта молитва произносится только вот там, в это время, в этом месте, да? Да, это самое главное. Никогда больше. В другое место. Она произносится коллективно. И вот, да, ее коллективно. Можно, конечно, поодиночке. Многими поколениями хаджиев, они подтвердят мои слова, что молитва совершенная, там просьба обращения к Аллаху, она принимается. И она исполняется. Я помню, за большую семью совершал молитву, они мне написали, что им надо. Это когда вы хаджи совершали? Когда я был хаджиев в 2006 году, я этот листочек взял с собой и зачитал. Просто вот делал молитву. О, Аллах, прими молитву тех, сделай для них вот то-то, 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 то-то. Конечно, не на момент, когда я приехал, а за несколько лет все буквально, каждый пункт был исполнен. Каждый пункт был совершен. Вот буквально все. Поэтому, когда сейчас наши хаджи и уезжают, паломники, мы им тоже самые листочки даем. Попросите у Всевышнего за каждое. То есть это разрешается, да? Тем, кто отправляется в хадж, попросите заменять. Маленько нагрузить его, сказать, вот ты будешь... А человек обязательно должен сдержать обещание, помолиться? Ну, это аманат. Это обязательство, которое лучше выполнить. А иначе, чё ж ты? Ты поехал, представитель от Кирова, из-за кировских мусульман не попросишь, что ли? И еще одно важное дело, которое там совершают хаджи, это посещение мечети пророка Мухаммада, алисаляту вассалям. Его могилы. А около его могилы есть такой участок, покрытый зеленым ковром, о котором сказал между моим Минбаром, это вот постамент, с которым проповеди читала, и моей могилой сад из садов рая. И когда там люди совершают земные поклоны, я разговаривал со многими хаджиами. Впечатления одинаковые. Такой идет запах, который ты не можешь сравнить ни с одним запахом за свою жизнь, который твои ноздри уловили. А что за запах? Не понимаю. Но такой он приятный. Он не сладкий излишне. Он приятный, который создает у тебя в мозгу такое хорошее настроение. Вот ты оттуда выходишь счастливый. Из садов рая. Потом ты выходишь, идешь к могиле пророка Мохаммада, его ближних, с подвижников Бабакра, Юмара, Радангум, и приветствуешь их. Ты же уверен, что твоя душа общается с душой этих людей. И на уровне душ ты с ними разговариваешь. И он слышит, когда ты его приветствуешь. И мы просим хаджиев, ты, пожалуйста, поприветствуй пророка от меня, от моих родных, близких. Хотя бы поприветствуй. То есть, там много же хочу. Не важно, на каком языке. Не важно. На любом. Не важно. Не важно. Совершенно не важно. Не важно, из какого государства ты приехал. Здесь на уровне душ, на уровне сердец идет общение. И поприветствовав посланника Всевышнего, ты как будто при его жизни его навестил. Ислам Хаджи, а сколько дней можно праздновать Курбан-Байрам? Ну, обычно же празднуем Дни Ташрик, три дня после Курбан-Байрама. В мусульманских странах там, по-моему, даже неделя есть празднование, да? Не-не-не. Тут четко установлены вот первый день, день Арафат, 20-го. Потом Курбан-Байрам. То есть, 20-го уже праздник? Уже начинаем. Уже начинаем. 21-го уже Курбан-Байрам. Курбан-Байрам, жертвы. Да, и три дня после этого идет. И еще три, уже пять дней. Уже пять дней. Ну, почти неделя, да. Люди собираются, угощают друг друга, раздают пожертвования, подарки, делают совместное такбир, то есть, такбир, возвеличивание Аллаха. Много всего. Какие действия вот жизни у мусульманина во время вот этих праздников считаются наиболее, ну, скажем, наиболее приемлемы для Бога? Богоугодными? Богоугодными, да. Вот помимо того, что они должны молиться там, да, и там вместе молиться, отдельно молиться, там, приносить чего-то там и так далее, вот какие-то вот такие обычные жизненные дела, которые он должен сделать, если он настоящий мусульман. Или наоборот от чего-то воздержаться и это будет самый так сначала тогда самый высокий похвал. Отвечу Азизу Алию еще сначала. Самое хорошее это дело, которое будет совершено искренне, принеся радость другому человеку. Уточняю, человеку без разницы верующий мусульман или не мусульманин. Даже можно есть уж совсем один живешь. Возьми хлеб, покорми голубей. но человеку предпочтительнее. Ну, конечно, если у тебя тут перед тобой умирает собака от голода, а ты пытаешься улыбаться другому человеку, тут некое раздвоение получается. Ты одной рукой гребешь греха себе, полные карманы, а другой рукой... Тем более в такие дни. Тем более в такие дни. Даже ведь когда некоторые люди берут бабушкины рассказы, что ни в коем случае нельзя кости курбановских животных куда-то деть, их надо обязательно закопать. Зачем такое возвеличивание? Где в шариате есть? Этой кости, если ты сам не съел отдай собаке. Это ее пропитание. Собака тоже тварь божья. И она тоже на своем языке, который тебе-то непонятен, но Всевышний принимает ее благодарность. Она поблагодарит Всевышнего за тебя. А есть же предание от пророка Мухаммада Дарьи Салям, что когда человек спас умирающую от жажды собаку, напоив ее из своего ботинка, который он полез в колодец, набрал, напоил, Всевышний ему все грехи вообще простил. А ведь с прощенными грехами человек куда идет? В рай. Ну, в рай. По сути, получается так, что спеши хотя бы в эти дни у тебя есть шанс хотя бы в эти дни загладить делай добрые дела, верни долги, помоги страждущим, там, приди там в мечети, что надо там сделать, выполни обещания, которые когда-то позаботься о своих родственных, вспомни родителей, порадуй своих детей, внуков, и так далее, и так далее. А все наоборот не надо делать? Да. Это я вам отвечаю. От того, что, да, наоборот воздерживаться нужно. От всего, что наоборот, плохие эмоции вызвать, там, это... И вот видите, получается, вот эти исламские мусульманские праздники, они как бы первую очередь являются побудительным мотивом для праздников, распространения праздников другим людям, чтобы всем чтобы всем было хорошо. И когда горячие головы пытаются обвинить мусульман в каких-то жестокостях, мы говорим, да, 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 мы вот такие жестокие, мы овечку режем, да, а что мы потом с ней делаем? Вас же кормим. Так как быть? Мы такие жестокие, мы там бычка зарезали, мы еще что-то делаем, мы удерживаемся от грехов, которые для вас привычны, но разве мы тем самым не приносим вред всему, не приносим породу всему обществу? Да, да. Всем ли хорошо будет, когда, допустим, вокруг нас не будет курящих людей? Да? Я вот человек, который много-много-много лет назад бросил курить, до сих пор легкие отзываются болью, когда кто-то недалеко курит. А пророк Мухаммад сказал, настоящий верующий тот от слов и дел его нет вреда для окружающих людей. Опять-таки. Поэтому стараться и искать возможности для принесения пользы людям нетрудно. Желание, искренность. Вот это надо. Без показухи. Показуха это то, что ты посвящаешь благо от своего дела или само вообще дело кому-то из творений божьих. Но мы-то с вами много хадисов знаем, когда показуха в конечном итоге наказывается. Конечно же. Человек с показухой не может в рай попасть? Нет. Нет. То же самое касается и курбана. Если ты хочешь из себя показать вот такого щедрейшего человека, но у тебя намерение есть показать вот какой я богатый. Вот какой я щедрейший. себя показать. Да. Разве будет приняться? Вряд ли. Нет. Конечно же тот, кто покушает скажет Всевышнему в судный день ну вот он меня покормил Аллах ему скажет а этого бычка кто создал? К тому, чтобы он был зарезан кто подтолкнул? К тому, чтобы ты получил это мясо кто подтолкнул это все? Кто тебя привел в это место? Кто тебя привел? Разве они все это сделали? Нет ведь. Да, да, да. Аллах говорит Холя Какум Ваматавалюн Я создал вас и ваше деяние. И вот наше намерение наша искренность чистота помыслов вот это в итоге будет взвешиваться и это будет побудительным мотивом к самым хорошим делам. Что и это можно считать как бы почти что праздничной молитвой да да богословит Аллах наши намерения Аминь и наши добрые и полезные и чистить наши сердца очистить наши сердца от всего того что может принести вред нам это пусть касается и нас и наших близких наших друзей и знакомых верующих верующих и неверующим тоже пусть Всевышний создаст веру и поместит в их сердца спасибо каждый год и пусть еще продолжается и будет и польза от него будет распространяться как волны воды вокруг нас иншалла и мы присоединяемся к этим поздравлениям всех верующих Кировской области всех поздравляем с наступающим Курбанвайром имам мечети города Кирова Нурислам Хаджи Касимов Азиз Агаев и Владимир Сметанин до свидания мы прощаемся до пятницы всего доброго ваалейкум ассалям союз неружимый